Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами Тамара Рябцева, кандидат сельскохозяйственной наук, и мы сегодня поговорим с вами о голубике, о подкормке, о тех операциях, которые можно сделать сейчас, и что можно сделать в этом году с растениями. В этом году у нас все существенно запаздывает, как минимум на две недели позже созревает все абсолютно, чем в прошлом году. И вот перед нами, допустим, сорт дюк, и у нас только-только начали окрашиваться первые ягодки. В прошлом году в это время мы уже собрали урожай, 14 июля уже дюк был полностью созревший. В этом году, видите, небесная канцелярия распорядилась так, что очень холодная весна была, и июнь месяц был только тёплый, а в июле уже пошли дожди, и тоже такая температура невысокая у нас была. Сейчас мы во второй половине лета можем вносить такие удобрения, типа сульфата калия, какие-то фосфорные удобрения. Фосфорные удобрения сложно очень, лучше водорастворимые. Почему? Потому что фосфор – такой неподвижный элемент. То есть если вы в гранулах будете вносить, то перемещение от непосредственного нахождения зерна, гранулы, перемещение возможно только на очень небольшое расстояние, 2-2,5 см. Всё. Дальше элемент не эмигрирует. Поэтому его нужно вносить в зону корнеобитания. У голубики этого делать нельзя, потому что когда вы подрываете корневую систему, растение очень нежное, у него своих всасывающих корешков нет. Эту функцию выполняет метариза. Поэтому этого делать просто не нужно. И поэтому я вас всех призываю. Если вы вносите твёрдыми туками, допустим, тоже сульфат калия, можно вносить, но вносите сразу после дождя, вечером. Проливайте хорошо сверху, чтобы удобрение ещё промылось. И замульчируйте хоть небольшим количеством сверху, для того чтобы с наступлением утра у вас не было таких негативных последствий. Потом есть сейчас такие органоминеральные удобрения. Они для голубики очень даже показаны, ровно как и для других культур. Их можно и нужно вносить. И сейчас всё то, что называется удобрение осеннее, вот, пожалуйста, вносите. То есть для фосфора и калия это самое-самое хорошее время, потому что калий весной, допустим, он не нужен, он потребляется растением. Позже с фосфором, весной вы его не внесёте, даже в том случае, если вы вносите, почва ещё недостаточно прогрелась, а усвоение фосфора у нас происходит только при температуре от плюс 16, а максимум усвоения от плюс 18 до плюс 25. И вот сейчас я достану почвенный термометр. Вот видите, у меня такая мини-станция здесь есть, есть колба для осадков. И вот видно, сколько? 24 градуса показывает термометр. Вот на глубине, видите зондик, вот он где, на глубине 15 сантиметров, температура почвы у нас 24 градуса. Вот это оптимальная температура и для усвоения и кальция, и фосфора. Весной, допустим, в мае месяце температура почвы была плюс 2, плюс 3, потом уже в конце мая плюс 5, плюс 10. Поэтому это недостаточная температура даже для усвоения калия. Калий усваивается при температуре, начиная с плюс 13 градусов. Поэтому сейчас нужно вносить вот такие удобрения, но с голубикой что хорошо? Голубика олигатров, то есть она не нуждается в очень-очень усиленном питании, она не нуждается. В принципе, если у нее достаточное количество органики, торфа, древесной щепы, то она будет справляться практически полностью сама. Зачем нужно следить за серой? Потому что серу она потребляет, и серая еще у нас подкисляет почву. Поэтому я, допустим, покупаю такую гранулированную серу, но стараюсь вносить ее рано весной. Почему? Потому что тогда еще много осадков, она потихоньку растворяется. И тоже вносите поверху, эмульчируете сверху, и потом постепенно она в этом субстрате будет растворяться, и будет и подкислять почву, и удобрять серой. Чем я еще работаю? Это различные гуминовые удобрения. Не суть важно, какие они именно. Были у меня специально, вот уже закончился оксидат торфа для голубики, и вот такой универсальный. То есть не суть важно, что в магазинах есть, то я приобретаю и применяю. Значит, хочу еще вам показать вот такие вот препараты, как Аминокор. Это комплекс, это неважно какой. Это, ну вот в данный момент у меня есть этот препарат. И Фитовитал. Это регуляторы роста в своем роде. Ну аминокислоты, здесь, скажем, это такая палочка-выручалочка. Когда растение стрессует, вот вы видите, что у растений есть стресс. Значит, вот все аминокислоты в это время можно применять, и их можно добавлять в любые обработки. То есть если вы обрабатываете инсектицидную обработку, какую-то делаете, делаете инсектицидно-фунгицидную обработку, тоже можете добавлять. Исключение что у нас? Значит, исключение у нас препараты серы. Их лучше не смешивать ни с чем, потому что они могут выпадать в осадок. Вот, кстати, здесь вы видите, вот я обрабатывала калифорнийской жидкостью. Это серно-известковый отвар. Применяется он как, ну, здесь сложно, теавиджета. Вот есть в продаже теавиджета. Это препарат очень похожий, или ПСК тоже препарат. Для этих препаратов тоже нужно еще знать, что. Потому что они вносятся при температуре от плюс 16 градусов. И лучше, чтобы было 22-25 градусов. Вот я, допустим, носила еще три недели назад, когда была жаркая погода, за день до того, как похолодало и пошли дожди. И вы видите, за многочисленные дожди осадка у нас выпала очень много. Но оно, видите, удерживается хорошо, не смывается препарат. Чем хорош? Это и сульфатная подкорбка. Он работает и против грибов, особенно типа мучнистой росы. Ну, на голубике это, скажем, не проблема. И работает против клещей и различных инстекомых, потому что при высоких температурах работает как дыхательный яд. И еще исключение препарата кальция. Кальций нам нужен, кальций растениям нужен всегда. Но во время налива, созревания ягод, да, он нужен особенно, потому что от этого будет зависеть качество вашей ягоды. Если вы еще выращиваете, там, допустим, только для себя, то на десерт, то это понятное дело, что у вас не будет большого урожая, вы донесли, съели, и все замечательно. Но если вы на продажу выращиваете, то от твердости ягоды многое зависит. Ну, и, в общем-то, от кальция зависит опосредованное накопление сахаров и вообще биохимический состав ягоды, накопление сухих веществ в целом. Что еще, значит, из микроэлементов? Я бы вам советовала наноплант. У нас в Республике Беларусь точно продается, насколько я знаю, за рубежом, в Украине, в Польше, в Латвии, Литве, в России, возможно, точно не знаю, в этих первых странах точно, значит, продается и продажа, по сути дела, в любом семенном отделе, ну, у нас в Беларуси, я встречала. Значит, эти препараты бывают разные. В данном случае у меня шестикомпонентные, он есть восьмикомпонентный, есть монокомпонентные препараты. Это очень хорошие препараты, минимальная дозировка, на каждом препарате указано, как разводится и как вносится. И, ну, пожалуйста, работайте, потому что препараты очень хорошие, действенные, и этот препарат, эти препараты, я изучала на плодовых культурах, на многих очень, и на ягодных культурах. И это то, что реально действует, и биохимические анализы подтверждают это. Поэтому, пожалуйста, приобретайте и работайте. Когда я слышу вот такие вот вещи, что покрыт лист восковой кутиклы, голубики, ну, поверьте, во-первых, мне как физиологу, что лист любой культуры покрыт растительными восками природными, но покрытие это сверху. А когда мы обрабатываем, вот это основное правило результативной обработки, чем бы вы ни работали. Значит, основное усвоение у нас идет через щечевички, то есть через нижнюю сторону листа, и здесь, как вы видите, никакого восковой кутикулы нет. Но для того, чтобы препараты сработали, их нужно вносить в вечернее время, для того, чтобы вот эта жидкая фаза как можно дольше удерживалась, потому что, допустим, особенно это касается препаратов кальция. Кальция, молекула тяжелая, проводится крайне медленно, поэтому, ну, естественно, нужно время. Ну, собственно говоря, вот по внекорневым подкормкам. Все, у кого есть капельный полив и есть емкости для разведения любых препаратов, то там задача решается вообще очень просто. Единственное, что нужно помнить, что если мы внекорневое опрыскивание делаем любым препаратом, то у нас разведения меньше. Если мы в корень поливаем, то разведения на порядок больше будет. Ну, вот, собственно говоря, все. Что касается кальциевой обработки, сейчас можно вести хоть каждые 4 дня, потому что кальций – это не реутилизируемый элемент, он нужен в постоянном режиме. Ну, и, в общем, я желаю вам хороших урожаев. Пользуйтесь, пожалуйста, вот этими приемами, и вы получите хорошую ягоду. До следующих встреч. С вами была Тамара Япцева.